Девушки отдыхают Какой городовой? Малоходный Ночной сторож? Ночной сторож в доле А соседи? Соседи согласны спать Шо ты с этого хочешь? Половину Мы не сделали дело Докладывайте батьки на наследство Докладываю батьки на наследство А ваш покупатель? Какой покупатель? Который ваше дело покупает Какое дело? Ваше Какое дело? Ваше Весь дом, телеги, весь извоз С ума сошел! Сам говорил Кто говорил? Мендель, отец ваш Едет в Бессарабию С морозкой Любовницей своей Сады покупать С ума сошел! Все люди знают Божись, божись, божись! Да чтоб мне счастья не видать История написана Исааком Бабелем И переосмысленная Осаром Эпелем И композитором Александром Журбиным О том, как Одна молодая формация Сменяет другую В принципе, это определенный закон жизни Так было и так будет происходить всегда Тот, кто моложе Всегда займет место того, кто Состарился и должен уйти Но при каждом конкретном случае Это очень драматично И даже иногда трагично Вот И вот Именно эту смену поколений Болезненную Такую Трагическую Рассматривает И Исаак Бабель И наш спектакль Ежели бы горе Горького горя Больше не лета Ежели бы счастье Сладкое счастье Взять и проведать Где застилают Где устилают Слепые сережки Белой постелью Светлой постелью Селышки Сторожки Ну, паишка вам, старик Двадцать аршив справил Нет, пятьдесят Ну, по шмакову говорят Пару Пять, пар, коль Правду победать Марусечка Макеевна Ау Сбегай-ка в лавку А че купить-то Кованы купите Бутылку Рома Копчет из скумбрии Полдесятка Дай ей роль Мне хватит рубля Ара, вы не заправлите Хватит И еще сдача будет Придете через час Героиня — это молодая девочка Двадцатилетняя Которая влюбилась Ну, я так думаю Что она влюбилась В старого взрослого мужчину Она хочет семьи Она хочет детей Она хочет уехать Из того места В котором она находится И, собственно, зажить счастливо Вот Ну, и, собственно, потом С ней происходят Определенные обстоятельства С которыми она сталкивается И она Остается ни с чем И это Ну, я, конечно, не буду говорить Что я пыталась Сыграть судьбу Но У нее очень длинный путь И из обычной девочки Которая жила мечтами Она превращается В тех женщин Уже опытных Смирившихся С той жизнью В которой они живут Бенеклик По прозвищу Король Почему король Хотите вы знать? Представьте Что вы тигр Вы лев Вы кошка Вы можете Переночевать с русской Женщиной И русская Женщина Останется Довольна Вам 25 лет Если бы К небу и земле Были приделаны Кольца Вы схватили бы Эти кольца И притянули бы Небо к земле А папаша у вас Бендюжник Менделькрик А в чем думает Такой папаша? Он думает Об выпить Хорошую стопку водки Об дать кому-нибудь По морде Об своих конях И я думаю Вы знаете Об чем еще? Вы хотите жить А он Составляет вас Умирать По 20 раз на дню Что бы вы сделали На месте Бенни Крика Вы бы ничего не сделали А он сделал Поэтому Он Король А вы Держите фигу В кармане Пришлось мне слышать От чужих людей Жалую вам маша Продаете тем В котором есть золотник В котором есть золотник И наше ворота Питьем коняком Питьем телегом Я гадать И я Бендюрник Судьба Сверега От Кризис Дорога А Поехал Он Рыжался В Рыжник Правильно ли вы слышали Я и брат мой Лёвка Посмотрите Люди Хозяева На мою кровь Которая Заносит На меня Руку Не возьмёт Правильно ли вы слышали Я и брат мой Лёвка Ох Не возьмёт Вот мой Лёвка Мне кажется Что это все Очень созвучно Очень современно Несмотря на то Что действия Происходят в Одессе 1913 года Мне кажется Сегодня В 2016 году Эта тема звучит Мы Часто видим Как действительно Сильные Старики Которым нужно было бы Уже подвинуться И пустить кого-то Этого не делают Потом происходят Всякие страшные вещи И Люди Вступают В серьёзные конфликты Выбраться из которых Практически Нереально Не поломав себе Душу Или жизнь Не знаю Зайдите в помещение К своей супруге Папаша У криков Завелся Близный Комуч У криков Родился Сыночек Звоночек Соседей Услышать Сыночек 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 Не верь мне Папа Мой первенец Бельщик А то тебе Папа Небоги Триденчик Не верь мне Бельщик Мой первенец Бельщик А то тебе Папа Небоги Триденчик Композитор Журбин Он создал это давно И там прошло уже почти 40 лет Как была придумана музыка И соответственно Она очень часто На мой взгляд Короче говоря К сожалению Сохраняется Вот именно В том виде Который в 40 лет Он был написан И у нас была затея Приблизить эту музыку Как бы к нам Чтобы мы поняли Что это не некий музей Музыки Вот того времени И не некий музей Там предположим Еврейской музыки Да А вот это то Что касается меня Это ритмы Это звуки Это тембры Те которые я в принципе Сейчас То есть это какая-то Музыкальная история Которая меня может коснуться И поэтому Им была Поразила очень большая работа Для того чтобы она Зазвучала по-другому Музыка 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 Вообще нужно сказать Что наш спектакль И вообще произведение Бабеля Это о местечковом короле Лире Я смело могу заявить Но наш спектакль Немножечко подводит К современному такому пониманию Облегченному в чем-то Поэтому читайте Бабели Музыка Не молчи Папа Кричи что-нибудь Папа Не молчи Кричи что-нибудь Папа Кричи что-нибудь Музыка Музыка Музыка